В своих выступлениях губернатор Кубани Вениамин Кондратьев неоднократно говорил об открытости, гласности и доступности власти на всех уровнях местного самоуправления. Для того, чтобы жители видели работу руководителей районов, а те, в свою очередь, помогали людям решать существующие проблемы, необходимо как можно чаще проводить сходы граждан и встречи с населением. Такое прямое общение с жителями позволит сделать работу органов местного самоуправления более эффективной и точечной, а решения, которые принимает власть, станут прямым отражением запросов населения. В Славянском районе встречи жителей с представителями власти проходят регулярно. На этой неделе в Южном городском округе состоялся сход граждан. Вместе с главой района держать ответ перед горожанами приехали руководители администрации Славянского городского поселения Александр Коновалов, заместители главы района, руководители управлений. В начале своего выступления глава района Роман Синеговский отчитался о проделанной работе в 2016 году. Прошлый год стал прорывом в решении проблем сельского здравоохранения. Построен офис врача общей практики в станице Черноярковской. Капитально отремонтировано пять сельских ФАПов. Приобретён рентгенаппарат в Петровскую больницу. Совместно с бизнесом отремонтировали нашу инфекцию больницу практически уже полностью. Там осталось буквально входную группу отремонтировать. Это больница, которая не ремонтировалась. Все вы в городе проживаете, наверное, порядка 30 лет. Благодаря совместной работе с бизнесом мы год, наверное, или два года назад запустили, отремонтировали поликлинику номер два. Мы уже говорили, в Кубрисе, которая тоже видели, в каком состоянии была. Ну и стараемся, как я уже сказал, совместно с бюджетом Центральной родной больницы, с районным бюджетом, также продолжать ремонтировать нашу систему здравоохранения. Но на этом работа не остановится. В нынешнем году в планах начать ремонт детской поликлиники, приобрести новое оборудование в хирургическое отделение, продолжить ремонтировать сельские амбулатории и ФАПы. Далее о результатах деятельности администрации городского поселения за 2016 год доложил глава Славинска-на-Кубани Александр Коновалов. Он отметил, что несмотря на то, что минувший год был весьма непростой и напряжённый в решении некоторых вопросов местного значения, в целом он сложился благополучно. Была проведена большая работа по развитию юго-западного микрорайона, асфальтированию дорог, ливнеотведению, обновлению коммунальных сетей города. Также Александр Васильевич поделился планами на нынешний год. Одна из первостепенных задач – ремонт дорог. «Сегодня задача номер один – восстановить асфальтовые дороги, яночным ремонтом хотя бы, восстанавливать гравейные дороги. Уже мы закупили полторы тысячи кубометров щебня, механизм запущен, тот, который Романович говорил, это и грейдер, и фреза, и укатывание. Кроме того, в первую очередь мы с вами в низком месте убирать воду с дорог, для того, чтобы как-то их сохранить. Все механизмы начали работать. И, конечно, в ближайшие месяцы постараемся восстановить и навести порядок на дорогах». Славянцы замечают перемены к лучшему в городе и районе. Это подтверждают и квартальные. «Я хочу поблагодарить администрацию района и лично вас за помощь городу. Раз помощь городу идёт и нам попадает южному округу участник. Дело в том, что вот в 2016 году тротуаров было сделано в городе много. Попали следствия на наш округ. Лично на моём участке тротуары были сделаны. Спасибо администрации района». В конце встречи горожане задавали представителям власти волнующие их вопросы. В основном они касались здравоохранения, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Большинство обращений были разъяснены на месте. Вопросы, требующие длительного решения, взяты на контроль.